и сейчас мы позовем твое высшее я высшее я татьяны сазоновой приди пожалуйста к нам 1 2 3 есть это твое высшее хорошо выше я татьяна сазоновой здравствуйте мы рады и благодарны вам что вы спустились к нам у нас есть несколько вопросов к вам они связаны с кармическими узлами вы готовы нам ответить хорошо благодарю я бы хотела спросить согласен и выше я произвести процедуру синхронизации чтобы тебе было легче считывать информацию хорошо и сейчас мы начнем процесс синхронизации энергии и вибрации для установления лучшей связи с высшим я начинаю счет от 1 до 9 и с каждым счетом ты все лучше и лучше синхронизируешься с высшим я также я прошу выше и я со своей стороны запустить процесс синхронизации на всех уровнях пошла синхронизация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 есть синхронизация есть хорошо здравствуйте здравствуйте высшая татьяна здравствуйте скажите пожалуйста у татьяна какой уровень души 7 7 благодарю сколько татьяна кармических узлов 4 сколько она из них прошла 33 еще один остался хорошо благодарю высшая скажите пожалуйста как действует кармический узел между людьми которые проходят этот узел узел один а граней много каждый проходит свою грань даже и трется а свою грань и получаются следы у каждого свои скажите пожалуйста а всегда ли кармический узел воздействует негативно нет не всегда есть и позитивные позитивные прохождение узла все единую линию узлов для от них это на как на претерпение для других это благо скажите пожалуйста а могут ли быть кармические узлы между странами на массовом уровне да это те же узлы потому что страны состоят из людей и живых существ сумма узлов которые затягиваются одной петлю скажите пожалуйста а как формируется кармические узлы сколько жизней разному это не зависит от проявлений он формируется может даже через поколение узел это живой организм который реагирует на внешнюю среду и на внутренние обстоятельства это живой организм такой же как и род растянутый пространстве и времени он может расти может уменьшаться он имеет запах цвет он пульсирует это такое спутник человека а как как у планет бывают спутники так у человека от планеты притягивают себе притягивают так и человек притягивает себе суть одинаково скажите пожалуйста от чего зависит отработка и проработка кармического узла от рабу водка это единожды как бы так а проработка это процесс зависит от жизни зависит от человеческой жизни какая она эта жизнь какая в ней энергия какая структура это какие намерения стоят за этими на за этой за этой энергией за человеком какие притягивает он человек это магнит какие какой он внутри какой он снаружи вот от этого и зависит и отработка и проработка скажите пожалуйста а возможно ли ускорение и не будет ли это нести негативные последствия ускорение прохождения кармического узла чем человеческая масса пластичнее чем она гибче чем умеет приспособиться к новым обстоятельствам тем легче она переносит скажите пожалуйста кармический брак можно ли его избежать если человеку написан по роду кармический брак узел не обойдешь и не перепрыгнешь узел навязывается на линию жизни человек на нитку жизни человека и только по этой нитке человек может идти он не обойдет его не обойдет если он обойдет это уже будет другое ну как его наверное бывает чудеса но это исключение от чудеса чего зависит от самого человека или от его от его достоинства ты в облак который он собрал человек это прощит право выбора он сам себе выбирает путь он всегда имеет свободу выбора он сам себе выбирают путь а потом по нему идет скажите пожалуйста есть такой союз или как правильно по другому назвать между сестер карма и берегиня связь между ними такова что они есть единая человеку это было себе представить вот у него психики это вот такое для представления как они расходятся и как они сходятся это части одного целого так что можно сказать что это единое целое но расходится и сходится разными понятиями разными образами как человек где человек вырос какое у него восприятие так он себе это и представляет скажите пожалуйста существуют ли переходы от детей от кармы к берегине опять же это условные переходы это человек так видит для восприятия своего чтобы воспринять это в его психике так это отражение это отражение объективной реальности его субъективное отражение скажите пожалуйста насколько они доступны или как можно осуществить вот эти переходы от берегине от карма к берегине от берегине к карме вода существует не только для людей но и для зверей они даже можно сказать природе существуют но чтобы получить этот доступ надо много много познать воспринять это намерение должно быть очень сильное не всем дана эта сила имеет такое сильное намерение потому что только это намерение сильное может найти этот переход или проводника который его переведет так вы ответили на мой следующий вопрос где искать вот эти переходы и как их опознать это получается один и тот же ответ правильно надо намерение сформулирование намерение должно быть намерение и такие переходы возможное знание о таких переходах они передаются передаются генетически из поколением поколения очень специальным типом животных и людей скажите пожалуйста может ли человек в течение жизни заработать дополнительные кармические узлы легко либо легко хорошо и как наиболее эффективно проходить кармический узел связывающий мужчину и женщину да как же браться за руки и проходить если он вас связывает так его надо пройти это такая задача скажите пожалуйста как наиболее эффективно проходить кармический узел связывающий человека с кем-то из родственников или родом в целом вот не мужа жена родственники допустим сыновья там братья ну общаться надо вообще общаться только взаимодействие в трении во взаимодействии шлифуется человеческая особенность когда будете взаимодействовать тогда будете шлифоваться тогда будет виден сам камень сама его ценности качества скажите пожалуйста как распознать человека не занимающегося духовными практиками какой у него кармический узел это вопрос риторический вообще человеку от природы дана такая такое свойство дана такая целебное качество как ну вот так как эта медитация от природы погружение в состоянии погружение слушание в любование в радость в чувствовании это все есть та самая медитация только дана человеку природой естественностью человека человек естественно это делает он исцеляется в этом вот но к сожалению если человек утрачивает эту естественность когда она перестает слышать 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 эти звуки чувствовать это все он теряет естественность тогда могут средние медитации это средние средний шар это то что помогает восстановиться или держит какой-то заряд какой-то заряд но человеку от природы дано это свойство это божественное свойство это прекрасное свойство хорошо я вас поняла благодарю вас